Привет, друзья! Сегодня будет очень важное видео у нас на канале, потому что речь пойдет об оформлении вида на жительство в Турции. Я буду рассказывать о туристическом ВНЖ, который мы оформляли на один год, и это было наше первичное ВНЖ, то есть мы подавались первый раз. Итак, прежде всего, до того, как заполнить анкету на сайте миграционной службы, вам потребуется сделать следующие вещи. Первое, это фотографии. Их нужно сделать в размере четырех штук в ателье, и эти фотографии называются биометрические. То есть вы приходите в любое ателье, говорите биометрические фото или фото и комет, и вас все сразу поняли. И также эти фото нужно будет скинуть на флешку, потому что вам понадобится их загружать на сайт, когда вы будете оформлять анкету. Итак, далее, также вам потребуется уже постоянное место жительства, точный адрес, который вы укажете в анкете, потому что по правилам в Турции, если вы меняете свое место жительства, то есть оно отличается от того, которое вы уже указали в анкете, вам обязательно нужно сообщить об этой миграционной службе, куда вы переехали. Поэтому лучше найти постоянное место жительства, постоянный адрес и уже его непосредственно указывать в своей анкете. Далее, вам потребуется медицинская страховка. Мы оформляли медицинскую страховку в компании Unico, так называется компания, которая предоставляет нам эту страховку. И стоимость примерно составляет 120-160 турецких лир. Напомню, что это самая базовая, самая простая страховка, мы ее оформили просто для того, чтобы оформить ВНЖ. Так, если вы снимаете квартиру, вам понадобится нотариально заверенная копия вашего договора аренды. Это в случае, если вы снимаете квартиру. Мы снимаем апартаменты, то есть юридически этот объект, он апарт-отель. И мы собирали совершенно другие документы, которые нужны как раз, если человек живет в пансионате, отеле или гостинице. Фотографии этих четырех документов я сейчас вам покажу на видео. Продолжение следует... Если вы живете в отеле, в пансионате или в гостинице, то вам не нужно заверять договор аренды у нотариуса, потому что мы так сделали, а это не нужно было. Далее, все остальное, в принципе, можно, все остальные документы можно оформить до встречи. Все, что я сейчас перечислила, это необходимо, чтобы оформить электронную заявку, электронную анкету на сайте миграционной службы. Все, заполнили анкету, распечатали. Вам на сайте назначают дату встречи. Вот мы подавали анкеты 22 декабря 2020 года и 19 января 2021 года нам уже назначили рандеву, встречу в миграционной службе. Теперь, какие копии вашего паспорта потребуются? Очень многие делают вообще в каждую копию страницы паспорта. Нет, не нужно этого делать, поберегите свои деньги, и не надо ничего заверять больше у нотариуса, кроме вашего договора аренды, если вы снимаете квартиру. Потому что нотариусы тоже любят делать деньги на туристах, которые не знают, и первый раз, когда мы пошли к нотариусу и вообще практически не имели представления о том, какие документы нам будут нужны, нам там чуть ли не на 10 тысяч насчитали, сколько нам нужно будет сделать заверение у нотариуса. Нет, вам потребуется только главная страница копии паспорта заграничного и копия страницы, где находится отметка, штамп о въезде в Турцию, все, больше ничего, только копии, их не нужно заверять. И все, с этими документами вы идете в миграционную службу в назначенный день, также нужно будет купить такую папочку розовую, она продается в любом отделении, где и фотографии делают, в принципе. Мы пришли навстречу Валанье, и рядом там находится и налоговая служба, и все вот эти фотоателье, где все папки можно купить, копии сделать, вот, но имейте в виду, что они все наличными принимают. Итак, мы почти подошли к миграционной службе Валанье, и вот здесь рядом можно увидеть различные фотоателье. Вот здесь фотокопии, вот здесь фотокопии, биометрические фото, вот. А здесь нужно отдавать документы на ВНЖ. Вот так это все выглядит. Что-то очереди нет, может сегодня не работает. И также нужно оплатить пошлину. Не обязательно оплачивать пошлину в день, когда вы идете подавать документы. Нет, вы можете это сделать за день, за два, до назначенной встречи. Это будет даже удобнее, чтобы не бегать там из очереди в очередь, не стоять. Вот сейчас мы находимся напротив налоговой, где нужно платить пошлину за получение ВНЖ. Кстати говоря, с 1 января 2021 года сама карточка немного подорожала, на 150 рублей примерно. Вот так она выглядит. Напротив налоговой также есть места, где можно сфотографироваться. И снимать на правду. И распечатать что-то, отксерокопировать, и так далее. Чтобы прийти в налоговую службу и сразу оплатить пошлину, я советую сделать вам ИНН самостоятельно. Это можно сделать онлайн, сэкономив свое время. Это действительно удобно, это нетрудно распечатать его. Если вдруг вы пришли на встречу, и у вас там чего-то не хватает, какой-то там копии, или может быть какой-то дополнительный документ вас попросят, ничего страшного, это можно донести в этот же день или на следующий, то есть не критично. Когда вы отдаете документы на ВНЖ, на всякий случай возьмите справку. Она называется вот так, по-турецки. Она может пригодиться во время того, пока вы ожидаете ВНЖ, потому что процесс может затянуться. Чтобы, допустим, вы живете в одном регионе, а хотите, ну, путешествовать по Турции, пока ждете ВНЖ. И вот, и вам нужна будет справка, вот, чтобы вас там пускали, да, где-то там. Если там можно, может, выехать куда-то, да, она нужна будет. И за справкой этой можно выезжать, я читаю. Итак, 21 февраля мы получили такие заветные конвертики с нашими икометами по адресу, где мы проживаем. Вот так выглядит нового образца икометы, уже здесь черно-белая фотография и QR-код сзади. Вот, в общей сложности, сколько мы ждали икометы? Ровно 31 день. Ровно 31 день с момента рандеву. Здесь тоже важную роль сыграло то, что после подачи документов, через 2 недели, мы пошли и попросили справку о том, что мы ждем икомет. И нам сразу сказали в этот момент, что нам нужно, какие документы донести. Вот, а вы пойдете за справкой, они могут сказать, ага, у вас не хватает того-то, того. А если не, как бы подали документы, их приняли, это еще не значит, что все в порядке. Да. Вот, то есть надо проверять, надо взять эту справку, если справка на руках у вас, тогда все точно, все в порядке, нужно ожидать. И также, когда вы приходите за справкой, вам понадобится ксерокопия паспорта, вы ее отдаете, и уже на следующий день, если все нормально, вам выдают эту справку, и тогда вы уже знаете, что вам точно никаких документов не нужно доносить. У нас все. Да. Удачи вам в получении вида на жительство. Да, задавайте вопросы в комментариях, спрашивайте, и, ну, на сегодняшний день это последняя актуальная информация по получению вида на жительство в Турции. В 2021 году. Пока-пока.